Слушай, вот как лучше всего закончить спор с женщиной? Притвориться мертвым. В верхнем ящике стола у меня всякий хлам, которым я не пользуюсь. Особенно бросаются в глаза трудовая, загранпаспорт и диплом. Парень учит девушку. Так, Люся, теперь ты берешь флешку и вставляешь ее в фотоаппарат до щелчка. До щелчка, я сказала, а не до хруста. Я хорошо выгляжу? Да. Точно? Да. Точно? Да. Точно-приточно? Да. У тебя такая интонация, как будто не точно. Был две недели в Питере. Теперь я разбираюсь во всех видах дождя. Дождь с солнцем, дождь с ветром, дождь с градом, дождь со снегом, косой дождь, вертикальный дождь, мелкая морозь, ливень стеной. В общем, поездка удалась. Если гости долго не уходят, я достаю 12 огромных альбомов с семейными фотографиями. Обычно на втором альбоме люди начинают посматривать на часы, а на четвертом вдруг вспоминают, что надо покормить кошку, сделать с детьми домашнее задание, да и вообще завтра рано вставать. Маленький мальчик спрашивает отца, папочка, а когда бывает праздник папы, когда дома не бывает мамы? Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазари, телепортацию и силовые поля. Походу, не очень понял вопрос. Магическое свойство продавцов на вещевом рынке. Примеряешь платье и много о себе узнаешь. И красавица ты, и стройная, и молодит. Купишь и приносишь домой. Мешок с дырками для рук. Настоящие ведьмы. На Дерибасовской прогуливается интеллигентный мужчина. Видит, стоит бабуля, плачет. Бабушка, почему вы плачете? Кто вас обидел? Да вот, сынок, кошелек украли с деньгами. И много денег было. Много, сынок, 50 рублей. Найте вам, бабушка, 50 рублей, не плачьте. Сынок, а может ты кошелек отдашь?